Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главной темой этого понедельника – прессу в шею. В программе репортаж о том, как проходят публичные слушания под Рязанью. Рейды по детям. Дорожные полицейские выразумляют нерадивых водителей по поводу правил перевозки детей. С душком жители Дашково-Песочни вновь жалуются на сильный неприятный запах. А теперь эти и другие новости в подробном изложении. Одно из рязанских информагентств опубликовало сведения о том, что в этот уикенд концентрация в воздухе предельно допустимых веществ в Дашково-Песочни была значительно превышена. Жители ощущали геткий привкус на языке и сжение в глазах. Обратившись в дежурную службу ГОЧС, рязанцы выяснили – есть превышение более чем в 10 раз. Разумеется, песочинцы первым делом подумали, что опять им посылает неприятный привет рязанская нефтеперерабатывающая компания – основной загрязнитель воздуха в городе. Напомним, нефтезаводское начальство в этом июле официально признало, что неприятные запахи, ставшие причиной потока жалоб со стороны рязанцев, главным образом жители Южного Промузла и Песочни идут с их отчистных. Как известно, губернатор Олег Ковалев провел переговоры с исполнителем-директором ТНК БП Германом Ханом, в результате которых было достигнуто соглашение о реконструкции отчистных сооружений нефтезавода с последствием передачи их муниципалитету. Значит, либо не исполняет начальственное распоряжение нефтезавод, либо уж о чем и думать неизвестно. Действительно, запах ужасный, глаза жжет, и как это все объяснить, никто не ведает. Поиски таинственного предприятия-загрязнителя пока результатов не дают. Во всяком случае, мы попытались выяснить дополнительную информацию по поводу выбросов в песочне, но во всех ведомствах, от МЧС до Роспотребнадзора, наших редакторов послали по инстанциям. Не наш вопрос, а чей, ну кто же знает. Тут и Шерлок Холдс не разобрался бы. Запах есть, а виноватых нету. Такая вот мистика присутствует у нас в Рязань-Матушке, почище всяких там баскервильских собак. Продолжает программу специальный репортаж Глеба Галушкина о том, как лихо проводятся публичные слушания. И отнюсь ни где-нибудь на острове Невезение, ни в глухой, ни грамотной глубинке на вечной мерзлоте, а здесь рядышком под Рязанью. В Дубровичах решали вопрос о земле, и это, как выяснилось, были самые непубличные публичные слушания в мире. В прошлую пятницу в селе Дубровичи, что в Рязанском районе, прошли публичные слушания по вопросу перевода земель из сельскохозяйственного назначения в зону промышленности. Речь идет о песчаном карьере рядом со Спасской дорогой. По мнению рязанских экологов, вот уже несколько лет здесь ведется незаконная разработка. По нескольким обращениям местных жителей, которые поступили в Рязанский экологический альянс в эру, мы изучили проект генплана, и было выявлено факты кричащие. Это массовый вывод земель сельскохозяйственного назначения из сельхозоборота под застройку. Площадь сельского поселения увеличивается более чем в два раза. И второй кричащий факт – это массовый вывод земель сельскохозяйственного назначения под земли промышленности. В данный момент это подразумевает открытие песчаных карьеров по добыче песка. Впрочем, жители Дубровича явно не ждали экологов из города. Члены комиссии по проведению публичных слушаний, а это работники поселковой администрации, отказались принимать собранные подписи против перевода земель. Комиссию по проведению публичных слушаний дубровского сельского поселения Лизанского муниципального района. Копия в администрацию Лизанского муниципального района. Предложение измельчения к публичным слушаниям по проекту Генерального плана Германии. Подписи граждан покажите нам, пожалуйста. Официальные. Ксерокопии подписей граждан, ни одной, подлинной подписи гражданина Рязанской области в этом документе нет. Вы уходите у нас, мы стараемся решить свои вопросы. Зачем? Я не хочу. Это не ваши личные вопросы. Наши личные вопросы, наши жители. Это не ваши личные вопросы. Наши, мы здесь живем, это наши личные. И не надо нас снимать. Я не хочу сниматься. Вы берите свою камеру отсюда. Постепенно ситуация накалялась, и некоторые из пришедших на слушание местных жителей во главе с главой поселковой администрации Ольгой Ходиной попросту вытолкали рязанских экологов и журналистов за дверь. Налицо явное нарушение закона о средствах массовой информации, которую никто не отменял. Например, первые пункты статьи 47 закона гласят. Журналист имеет право искать, запрашивать, получать и распространять информацию. Посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений, либо их пресс-службы. Быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации. Попытка зайти с соседнего входа также не завершилась успехом. Почему вы закрываете дверь? Это открытые слушания? У меня идет ремонт, у меня стоит рабочий, понимаете? Мне нужно ремонтировать клуб. Я не могу делать 10 возняк. У нас вход с другой стороны. То есть, таким образом вы не допускаете представителей Рязанского экологического альянса на публичные слушания? Нет, это вам так хочется. Вы так хотите представить? То есть, вероятно, потому что это проект коррупционный? Нет, вероятно, потому что идет ремонт. Почему вы выставили представителей прессы и причинили... Вы ломитесь во вход. Дальше публичные слушания, как говорится, проходили за закрытыми дверями. Хотя, по определению, это мероприятие должно быть полностью открыто для всех желающих и уж точно для прессы. Хотя, по всей видимости, закон для периферийных начальников не писан. Кто там журналисты? Догнатик за шеей. Так и не иначе можно объяснить это без преувеличения хамское поведение сельских руководителей. И это, в первую очередь, слушание сельского поселения. Основной вид деятельности и источник дохода – это сельскохозяйственная деятельность. Сейчас мы подрываем, не мы, а вот попытки, корыстные попытки некоторых лиц по торговле, незаконной торговлей землей и переводом ее из категории сельхозназначения в землепромышленности, в землепоселения, мы тем самым подрываем потенциально продовольственную безопасность. Сейчас экологи готовят заявление в прокуратуру и надеются с помощью надзорного ведомства опротестовать результат таких публичных слушаний, где противникам перевода земли даже не дают выступить перед людьми, а прессу силой выставляют из зала. Итак, заявление в прокуратуру по поводу таких, с позволением сказать, публичных слушаний уже направлено, а уж как отреагируют на это соответствующие органы, поживем увидим. Кстати, в сельских краях местная власть сильно по поводу исполнения законов не заморачивается. Так, рязанские следователи собрали доказательную базу по поводу хитрой предпринимательской деятельности директора одного из коммунальных учреждений по совместительству депутата сельского поселения. Народный избранник имеет все шансы получить срок по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Оказалось, нормотворец, что называется, шуровал бизнес по-простому, без лицензии. По версии следствия, в период с мая 2010 года по декабрь 2012 года, будучи директором муниципального унитарного предприятия ЖКХ, обвиняемый, зная о необходимости лицензирования данного вида деятельности и не получив в нарушении закона лицензию на добычу пресных подземных вод из артезианских скважин для водоснабжения населения предприятий, осуществлял подъем пресных вод с последующей их реализацией потребителем. Доход от незаконной предпринимательской деятельности по добыче пресных вод из пяти артезианских скважин составил около 9 миллионов рублей, что является особо крупным размером дохода. Рязанские дорожные полицейские в этот уикенд рейдовали по правилам перевозки детей на автотранспорте. Понятно, что количество таких профилактических мероприятий увеличивается с приближением нового учебного года, а вот родительская сознательность остается зачастую на уровне, который в народе определяют как ниже плинтуса. Между тем, стоит напомнить, что с 1 сентября штраф за нарушение правил перевозки детей увеличится до 3000 рублей. Представляете, что и как вам скажут детишки, когда вы будете выкладывать трехтысячный штраф. Эх, папка, сколько можно было на эти тысячи карандашей накупить до альбомов, до книжек-раскрасок и еще кеды новые, а может на игрушку осталось бы, на расчудесного человека-паука или еще кого. Продолжает детско-дорожная тема Глеб Галушкин. На этих выходных сотрудники госавтоинспекции провели рейд в преддверии нового учебного года. Особое внимание инспекторы уделяли водителям, которые перевозили своих детей без специальных детских удерживающих кресел и буквально за пару часов оштрафовали несколько десятков нарушителей. Также дорожные полицейские напоминают, что с 1 сентября вступают в силу новые правила федерального закона о безопасности дорожного движения. Штраф за перевоз детей без удерживающих устройств вырастет сразу в 6 раз. С 1 сентября 2013 года вступают в силу изменения в кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, в который вводится новая часть 3 ст. 12.23, называемое нарушение требований перевозки детей, установленных правилами дорожного движения, за которое предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей. На сегодня все. Удачного вам начала новой трудовой недели, да и ее продолжения тоже. До встречи, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова